Всем здравствуйте! С вами Таня Шахбандер. Я женский трансформационный коуч с психологическим образованием, а также обладающая некоторыми не совсем психологическими, но очень эффективными методиками, технологиями. Это духовные технологии, такие как рейки, тета-хилинг, духовный интеграционник. Это методы, которые работают с установками, так же как психология, но намного глубже, потому что мы работаем с энергиями, мы работаем с состояниями, и мы работаем с мозгом на очень глубоком уровне. И сегодня у меня очень-очень интересный гость. Мы сейчас ожидаем подключения гостя в эфир. Я для вас подготовила нечто очень интересное. Сегодня у нас в эфире будет астролог. Астрологи, у нас есть очень много вопросов, которые мы хотим задать. Всё, вижу, уже есть в эфире. Добавляю. Ждём подключения. Есть! Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Всем привет! Космический астролог Борис на связи. Да, с таким вдохновением ждала нашего эфира, потому что я получила вашу работу, получила моё солнце в гороскопе, что его зажигает, и получила рекомендации по поводу того, что включает деньги, какие у меня взаимоотношения с деньгами. Согласно моей личной индивидуальной натальной карте, я просто в восторге. В восторге от того, как вы это подаёте. Я уже обращалась ранее к астрологам, делала натальную карту трижды. Но на эти вопросы, так как вы ответили, ещё не отвечал мне никто. Настолько точно и настолько вдохновляюще. Я просто читала, и я прям чувствовала, как у меня открывается эта энергия, вдохновение, мотивация. Мне казалось, что всё, но теперь я уже горы могу свернуть. И я вам просто примерно благодарна за это. Вы сейчас меня очень зарядили. Спасибо. Я уже тут представилась в эфире. Представьтесь, пожалуйста, тоже. Да, здравствуйте. Меня зовут Борис. Всем привет. Всем привет, кто смотрит эфир в записи. Я астролог, практикующий астролог. Уже два года я занимаюсь астрологией. Это моё предназначение, как оказалось. И поэтому теперь я здесь являюсь проводником для вашей души доносить знания, чтобы вы шире и масштабнее познакомились с этой очень важным инструментом для самоопределения, самообозначения себя в жизни. Как ты пришёл к этому? Ну, вообще, я изначально учился на менеджера в инновационном предпринимательстве в очень особенной программе. Закончил четыре года и понял, что я не совсем предприниматель, не совсем бизнесмен. Обратился я к астрологу, чтобы понять, кто я такой. И там, конечно, был большой список тех профессий, которые мне подходят. Ну, на самом деле, всё было сумбурно. То есть это не то, что я хотел, не тот был астролог. И мне просто стало интересно дальше это покопать, разобраться в себе. Я выпал на обучение, записался на обучение, прошёл его. И, кстати, параллельно ещё мне шли знания, очень много знаний о мироустройстве. И настолько была разная информация. Вплоть до того, что там Земля плоская, и мы живём под куполом, и на самом деле никого в космосе нет, никто не летал в космосе и так далее. Что НАСА – это всё проект, спектакль, в общем. И я как раз стал учиться астрологии. То есть всё параллельно шло. И для меня это было очень противоречиво. Как так астрология? Она основывается на космосе, на космических объектах. Тут как бы космоса нет. И я почувствовал себя в этом комфортно, стал дальше идти, развиваться. Прошёл два курса и понял, что это не те широкие знания, которые я могу, как вам, я сделал консультацию, и вы сразу можете применить их в жизни. То есть они были очень поверхностные. И тогда я уже стал другое обучение проходить, более серьёзное. И там вот я столкнулся с тем, как астрологию можно применять сразу же в жизни. То есть тут же на действие. Переводить, чтобы человек заряжался, его свет, солнце ясно горел. И прям как конкретные практические действия. Потому что я такой человек, что… Ну, я вот когда первое обучение проходил, видел, что там очень много по воде вилами намазано. Ну, слова в никуда, как бы в воздух. Вот. А потом вот, когда я дальше стал обучаться, и уже вот эти практические знания, я был очень им рад. Ну, вот, в принципе, так и стало строго. Поэтому мы друг друга не вцепили. Потому что мы оба настроены на результат. Нам очень важно получить результат от тех знаний, которые мы имеем. Ну, и желательно быстрый результат, чтобы он чувствовал себя. Да, чтобы это сразу уже работало. Благодарю. Ну, мы можем перейти на «ты»? Мне кажется, так разговор будет более таким близким. Да, хорошо, давай. Хорошо. У меня тут целый список вопросов, которые подготовили, ну, спрашивали и меня мои подруги, с которыми я делилась. Да, я же такая, я такой человек. Если мне что-то понравилось, я это расскажу всем вокруг. Да. Это ваша воздушная энергия такая, во солнце воздушное. Воздух, он общительный, коммуникативный со всеми. Со всеми на связи. Вот супер. Я еще дополнительно получаю какие-то подсказки. Благодарю. И, кроме того, у нас очень такой был профессиональный даже вопрос в анонсе. Когда я задала анонс, мне в комментариях написали. Я его потом тоже прочитаю чуть позже, потому что он такой уже специфичный очень. Ну, и человек попросил сказать, чтобы очень важно узнать этот ответ. Вот. Ну, давай начнем из таких довольно общих вопросов. Первое, это вот ты сейчас такую вообще мозгосшибательную, я сказала, информацию о том, что мы живем под куполом, Земля плоская, никакого космоса нет. И, в общем, я уже слышала эту информацию, но очень так поверхностно тоже от кого-то. Баба-бабе казала, но на самом деле, раз такая информация существует, она почему-то существует, и как ты в ней нашел ответ для себя, как ты с тобой сам договорился, и, собственно, как люди вообще придумали взаимосвязь, даты рождения, планет, состояние планет, положение. Вообще, кто придумал астрологию? Да, давайте тогда, давай, Таня, сейчас про... По порядку? Да, по порядку. То есть, сначала, да, я стал видеть, что, ну, типа, есть информация такая, что купол там и нет планет, то есть, для меня это было шоком, то есть, как я сейчас дальше буду обучаться. И я прям даже учителю задавал этот вопрос, ну, как, типа, неужели нет планет, для чего мы тогда все здесь собрались, как говорится. Вот. Вот, и она мне дала такой интересный ответ, но потом я еще его в книге тоже нашел, что то, как мы понимаем, например, Марс, там, Венеру, Плутон, это может быть на самом деле не планета, а это некие бессознательные объекты, то есть, они находятся вне пространства и времени. То есть, и вот эти все планеты, которые мы видим на натальной карте, это просто часы, которые показывают нам, как эти бессознательные объекты двигаются и взаимодействуют внутри человека, в структуре человека. Вот, то есть, чтобы простой пример привести, есть айсберг, да? Вот, он на поверхности. То есть, айсберг? Да, айсберг. Айсберг. Ну, то есть, вот, чтобы сейчас я все связи построил, вы понимаете. Здесь айсберг, он находится на поверхности воды, его видно вот, ну, немного, то есть, он небольшой. Айсберг, и под водой там он очень огромный, ну, то есть, вообще огромных размеров, и корабли, когда идут, они обязательно обходят его, там, 30-200 метров, чтобы не попасться на айсберг. Ну, все мы знаем историю Титаника. Да. Вот, и, соответственно, вот мы, например, возьмем планету Марс, да? То есть, Марс – это верхушка этого айсберга, то есть, это бессознательный айсберг, он очень здоровый. На верхушке этого айсберга находится Марс, и мы видим, как он двигается по небу. Кстати, в телескоп планеты Венера Марс точно можно увидеть. Вот, то есть, это, ну, это противоречие как раз к теории плоской Земли. И у меня тоже эти вопросы, ну, я постоянно на эту тему рассуждаю, то есть, это видно в телескоп. Понятно, что Солнце и Луна, они всегда здесь рядом, близко, вот, а Венера, Марс – это видно в телескоп. Так вот, Марс – это верхушка бессознательного айсберга, и она двигается, и мы видим это, это часы, то есть, он двигается по кругу, и мы видим, как это в натальной карте тоже передвигается. А под этой верхушкой находятся такие понятия, такие эмоции, чувства, которые связаны с этой планетой. Вот, то есть, например, это война, это конфликт, Марс – это энергия крови, жестокости, агрессии. В то же время, в плюсе – это предприимчивость, находчивость, идти вперед, в атаку, там, и так далее, то есть, завоевывать пространство. Вот, и это мне очень помогло, то есть, Марс, когда он двигается на небе, он напрямую на нас никак не влияет. То есть, ну там, вот он двигается, и прямо какое-то энергополе от него исходит. Нет, такого нет, это просто часы. То есть, благодаря этим часам мы понимаем, какое он занимает сейчас положение, и какую характеристику он имеет. И хороший пример… Знаешь, вот ты говоришь, прости, я тебе переведу, говоришь, не влияет, а я вот своему клиенту, когда рекомендовала обратиться к тебе, я именно так объясняла, что, ну почему оно влияет, потому что мы такие источники энергоинформационного излучения, ну, как электромагнитного излучения, так же, как планета Земля, любая другая планета, любое другое космическое тело. Я себе так представляю, что это излучение, ну, понятно, мы там, какое-то маленькое излучение, а планета – это большое излучение. И я объясняла так, что вот именно этим излучением оно на нас и влияет. Вот для чего я стал знакомиться глубже, чтобы как раз-таки вот эти все моменты, там, с плоской Землей и так далее, чтобы они, ну, не мешали моей работе, то есть, и поэтому я пришел вот к такому объяснению, пониманию. Вот, то есть, сейчас приведу пример еще, есть часы, да, стрелки часов, они постоянно двигаются, тикают. Вот, когда идет стрелка минутная, часовая, секундная, в любой момент в мире что-то происходит. Ну, то есть, там, двигаются поезда, там, например, наступило, 5 часов 20 минут отправился поезд, там, из Эстонии, там, в Германию, например. Напрямую вот эта стрелка, она не сдвинула поезд, он не поехал, ну, то есть, как бы, она не толкнула его. Но при этом он все равно едет, а стрелка двигается, и вот этот момент он запечатлевается. Вот, и наша натальная карта – это вот в момент нашего рождения снимок космоса, и он показывает, как вот эти стрелки встали, и мы их можем охарактеризовать, имея знания. Вот. То есть, это, наверное, с часами даже легче будет понять, чем с айсбергом. Да, с часами это как-то очень образно, мне легло, хотя все равно как-то очень, но мне легла эта метафора, да, что часы не двигают поезд, но мы, люди, надали этому времени некое значение, что поезд должен двинуться, и в это время он двинулся, и это, ну, это очень интересно, классно, спасибо. Да, это я все изучал специально, чтобы мне было понятно, потому что очень много знаний, я очень любопытный человек, у меня Меркурий в Близнецах, это тоже воздушная энергия, и Меркурий в Близнецах, он собирает кучу всего и анализирует, то есть, мне важно, чтобы то, что я говорю, я точно понимал, как это работает, то есть, даже если Земля плоская, но если я использую астрологию здесь, то есть, у меня есть люди, клиенты, я должен понимать точно, как это работает, вот. Да, а у меня где, кто, у меня тоже любопытство, самое главное вообще, самое главное качество, я даже тест проходила такой, вот Маша нам отвечает, что супер, ей нравится, а напишите, пожалуйста, все, кто, да, Маша пишет, что понятно, ты предпосхитила мой вопрос, я попросила, хотела попросить, чтобы все написали, насколько понятно то, о чем мы говорим, и, конечно, задавайте вопросы, у вас уникальная возможность, вот сейчас безоплатно получить, ну, такой, может, поверхностный, но все же вопрос от астролога по теме астрологии и натальных карт, гороскопа, грубо говоря, если что, мы говорим в простонароднее гороскопе, но не том гороскопе, который с потолка движется, а том гороскопе, который, наука математика, абсолютно точно. У меня тоже было в отношении к астрологии, что это как газетные вот эти гороскопы, то есть, и ничего серьезного в этом нет, а потом я понял, что, оказывается, есть 10 планет, и они все находятся в своих знаках, и все между ними свои аспекты, то есть, и вот это, и насчет, ты еще спросила насчет домов, то есть, насчет времени рождения и места рождения, как оно влияет, вот, то есть, здесь такая история, то, что есть, ну, зодиакальный круг, он состоит из 12 знаков зодиака, они все на 30 градусов разделены, то есть, поровну, у всех 12 знаков по 30 градусов, всего круг составляет 360 градусов, вот, а есть еще сетка домов, она накладывается на зодиакальный круг, она тоже состоит из 12 областей, но при этом из-за времени рождения и места рождения, они могут быть разных размеров и в разном положении, то есть, они двигаются по этому зодиакальному кругу. Дома – это событийность, это то, что будет происходить в жизни человека 100%, то есть, если, например, возьмем третий дом, дом отвечает за связи, за поездки, ну, это если коротко, если в этом доме у человека, то есть, ну, там есть знак и дом, если в этом доме, например, 5 планет у человека находятся, то мы точно понимаем, что в его жизни тема поездок и связи, коммуникаций будет очень сильно актуальна, то есть, потому что дом насыщен, в нем 5 планет, это очень большое количество для, там, одного дома, вот, то есть, дома – это событийность, и они двигаются очень быстро, там, прошло 5 минут, там, 2 минуты, и они прям очень быстро двигаются, и из-за этого нужно понимать точное время, чтобы мы могли точно описывать событийность человека, вот. А когда у нас нет… Да, такое важно сказать, что там даже 5 минут имеет значение, а у нас же как, рождается ребенок, там же не говорят, что он родился в 10, 37, там в 30 говорят. Для этого есть… А как тогда? Да, есть процедура, ну, смотри, есть, когда, например, двигается на 5 минут, то я, как астролог, понимаю, да, есть планеты, и если планета там находится на границе, для меня это я уже беру ответственность, то есть, например, дом сместится, и планета уже в другой дом встанет. А если мы… ну, я просто сижу, динамику времени двигаю и понимаю то, что, ну, вот, я подвинул там на 10 минут, вот, с вами, кстати, так было, с вашим Солнцем, потому что вы сказали, что примерно 10 часов я двигал на полчаса вперед, на полчаса назад, оно все равно находится в том же доме. Да, потому что оно посередине дома находится, и, соответственно, я двигаю, проверяю. А бывает у людей, когда вот прямо на границе, и тогда здесь уже нужно проводить ректификацию, то есть, устанавливать точное время рождения. Вот, насчет этой темы очень много споров среди астрологов, потому что можно там взять 5 профессиональных астрологов, посадить их, дать те же данные. То есть, как ректификация делается? У вас есть самые ключевые события в жизни. То есть, например, вот вы переехали в Америку, это очень ключевое событие – переезд. Потом у вас там состоялась первая консультация, и вы там стали коучем в какую-то дату определенную. Очень здорово, если вы запомните еще число. И вот такие значимые основные события, исходя из них можно составлять гороскопы на эти события и смотреть, как они между собой взаимодействуют, и определить ваше время рождения точно. Вот. Кстати, это то, что делал один из астрологов, к которому я обращалась, он меня просил написать даты значимых событий. Когда я замуж выходила, когда что-то, ну, что-то такое очень яркое происходило. Вот, теперь мне понятно, что почему. А он вам установил ректификацию, считал, время рождения? Он мне об этом не сообщал. Не сообщал, я понял. Вот, и... Можно по вопросам... Тут Валерия спрашивает, что она хочет от острого ответа на вопросы. Валерия, напиши, пожалуйста, более конкретно, если есть какие-то вопросы. Да, потому что мы посмотрим тогда, может это ли поместиться в эфир, или уже все-таки придется обратиться к Борису. Я рекомендую. Это просто очень круто. И, а вот Маша спрашивает более конкретно. Она спрашивает, ей интересно насчет натальной карты, что даст натальная карта, если ее получить. По-моему, это отличный вопрос. Замечательно. Да, здорово. Смотрите, натальная карта – это ваша структура, это структура вашей души. Во-первых, ну, мне всегда интересно, я смотрю, как у человека взаимодействует Солнце и Луна. Солнце – это отец, Луна – это мама. И, исходя из Солнца и Луны, мы можем посмотреть вообще родовые программы, родовые истории, какие есть у вас блоки в роду, да, как они на вас отражаются. То есть это первое, что я считаю, над чем нужно человеку работать, знать, потому что род на самом деле очень сильно на нас влияет. Очень сильно. Да, раньше я считал, что это так, ну, как, я же вот есть, и, ну, я – это я, а мама, папа – это они, как бы, это их жизнь, а у меня своя жизнь. На самом деле, когда я стал изучать астрологию, я поговорил с мамой, поговорил там с папой, узнал, что было, что происходило, какие, ну, даже ужасные, я скажу так, ошибки совершали в роду, там, мамины родители и так далее. И как это все просто отображается, вот, знаете, было одно у одних, потом то же самое у других. То есть прям как-то повторяется это удивительным образом, случайно. Вот, и я удивляюсь, как у меня в моей жизни, то есть нет этого синхрона, то есть он почему-то не произошел. Я очень этому рад, но влияние это есть, и поэтому вот натальная карта первая, она отвечает на это. Второе, натальная карта дает ваш вообще психотип, вашу структуру. То есть как, кто вы по природе, солнышко, да, как его зажигать, как светить в жизни, как развивать свои амбиции и желания, чтобы вы не жили по луне. Луна – это комфорт и безопасность. Если, например, человек очень много общается с мамой, вообще каждый день там взаимодействует, мама наша очень хочет нашего комфорта и безопасности. Она не совсем переживает за наши амбиции и желания. Вот, то есть она может это говорить, то, что мне очень важно, чтобы ты реализовался в жизни и так далее. На самом деле она хочет это только из-за комфорта вашей безопасности. Вот, и если вы по луне живете, то ваших амбиций и желаний нет. Соответственно, вот, благодаря натальной карте мы понимаем положение солнца и зажигаем его. Понимаем положение луны, то есть как выстроить лучше отношения с мамой, то есть в каком луна находятся знаки, в каком доме. Мы понимаем, как мы будем взаимодействовать с мамой, чтобы она тоже расслаблялась. То есть даже ей рекомендации можно дать, исходя из вашей карты, чтобы серьезно это влияние на вас не воздействие, ну, воздействие не было мощное. Потому что есть мамы, которые реально мешают ребенку развиваться в отношениях даже. То есть, ну, вот, любовные отношения. Все знают, да, истории, когда мама очень крепко держит, там, мужчину, либо женщину, и у него просто нет возможности найти себе вторую половину. Вот, потом Меркурий, я смотрю, Меркурий – это то, как вы получаете и передаете информацию, какой тип обучения вам лучше подходит. Вот, то есть у меня, например, воздушный тип, я могу по-любому обучаться, потому что воздух вам такой везде. Вот, есть люди, у которых Меркурий в водном знаке, и им больше нужно чувственно, вот, эмоционально раскрывать структуру. Вот, это тоже очень важно понимать про свой Меркурий. Я смотрю, где ваша находится Венера. Венера отвечает за то, что нам нравится, за наш выбор. Выбор, в том числе, и отношений. Вот, если Венера неадекватный, значит, человек неадекватный в мире выбирает. И в том числе и женщин, и мужчин, мужчин и женщин. Вот, и я смотрю, ваш Марс, то есть, вот как раз Таня тебе делал. Марс – это именно мотивация, что мотивирует человека на действие. Вот, начиналка, то есть, как замотивировался, чтобы начать, вот, идти вперед. Потому что, ну, я слышу, конечно, Марс Скорпион, и который мне нужно специально в этой петуха в одно место постоянно. Да, да. Что же, чтобы мотивировать? Ну, то есть, Марс Скорпион, это надо кризис и постоянно себе создавать, чтобы прям много было работы, и тогда это мотивирует ее разгребать. Вот. Вот, можно сказать, что мне дало, ну, как бы, кроме всего прочего, кроме всей пользы, которую мне дала твоя раскладка, мы не делали пока полную натальную карту, пока делали только вот эти два аспекта – солнце в гороскопе и, собственно, взаимоплощение с деньгами. Да. Мне дало успокоение, потому что мне же приходит много знаний, человек очень тоже жадный к знаниям, любопытный, и я прямо сокровищница всяких разных информаций. И, ну, так как я, например, ведущая трансформационной денежно-финансовой игры «Карман», тоже я обучаю некоторым финансовым моментам. И вот в карте мне было написано, вот, да, вот то, что там, насчет копить, не копить деньги, или вот насчет вот этого кризисного, да, и для меня это было такое, что мне не надо с собой бороться. То есть я раньше считала это недостатком, с которым нужно работать, прорабатывать, избавляться от этого. А оказывается, мне от этого не надо избавляться, это свойство моё, которое врождённое, и которое, наоборот, мне должно помогать. Потому что даёт силу, даёт энергию начать действовать. Да, да, перестать чувствовать вот эту вину. Но нам, женщинам, очень свойственно, вот, женщины, напишите плюсики, кто со мной согласен, очень свойственно впадать в чувство вины, в чувство стыда, что мы какие-то неправильные, что-то не то делаем. И вот, собственно, мне ещё, когда я посмотрела, что это просто по натальной карте, по звёздам, это, наоборот, моя сильная сторона. Я всегда считала, что с этим надо бороться и скрынять. Знаешь, у меня тут спрашивали... Здорово, здорово. Валерия задала вопрос, в какой сфере развиваться, то есть предназначение. Я правильно понимаю, что это всё-таки нужно делать натальную карту, потому что без знаний даты, времени и места рождения это ответить невозможно. Ну, именно с астрологической точки зрения. Предназначение можно посмотреть без времени рождения, вот, но место нужно, место и дата. Вот, ну, то есть нужно будет составить натальную карту в любом случае, чтобы предназначение посмотреть. Валерия, я очень рекомендую. Я вот чувствую такое вдохновение. Мне очень нравится подход Бориса, насколько, как он точно это рассчитывает. И вот очень практично, вот прям, как это применять в жизни, пишет. Я понимаю, что самое главное, чтобы у человека не было такого, что он, знаете, там, сочинение рассказ прочитал и больше ничего не делает. Надо, чтобы он это применял. Да. Маша подтверждает, ещё когда начитаешься, какой надо быть. Вот это вот, какой надо быть, да, очень много. Надо быть такой, надо быть такой. А на самом деле надо не бороться с природой. Видите, в чём ещё есть такая вот слабость именно системного образования, в том, что, ну, например, если детей, да, взять, я тоже составляю детский гороскоп. И, ну, для меня это очень такая, ну, щепетильная тема, потому что дети, это вот, ну, с ними нужно быть очень аккуратным. И вот в плане даже обучения, потому что, вот, например, в России система образования традиционная, она больше заточена под Меркурий в воздушной сфере. Ну, вот у меня Меркурий в Близнецах, я легко обучался. И когда я учился, я всегда считал, ну, то есть, потому что я ребёнок, я не знаю ничего про мир, то есть, я вот только-только там стою на свою дорогу. И считал то, что те, кто, ребята, которые учатся на тройке, либо на двойке, они, ну, какие-то просто, они не успевают. Их в школе так и называют, то есть, ну, с тибутом, потому что они вообще там не могут два слова связать и так далее. Хотя на самом деле, то есть, я предполагаю, скорее всего, просто, вот у меня Меркурий в воздушной среде, и я могу быстро схватить. Вот пришёл учитель, например, мужчина, который жёсткий и строгий, и я подниму подстроюсь. Мой Меркурий подстроится, потому что это воздух, он сможет воспринять информацию. А если будет сидеть Меркурий в водной сфере, то есть, это рак, скорпион, либо рыба, и придёт какой-то марсианский мужчина, такой огненный, жёсткий, и он начнёт гореть, Меркурий будет некомфортно, который в водной, потому что ему нужна мягкость, теплота, забота и чувственность, образы даже какие-то. И он просто не воспримет, он будет сидеть вот так вот, уши развесив, и чувствовать какую-то жёсткость. Вот, и поэтому дети в школах есть, которые успевают, а есть, которые нет. И мне очень интересно даже исследование такое провести, то есть, вот те, которые на тройке учатся, на пятёрке, на четвёрке, как у них вот с этим связано, с Меркурием. Вот, ты говоришь, такие важные вещи, но они очень глобальные, я тоже задумалась, как бы хотелось поменять систему образования, чтобы в школе обучали таким важным моментом психологии мужчины, женщины, взаимоотношений, конфликтологии, как правильно общаться, как выстраивать границы, как чувствовать себя, этот же мускульный тест, как определять, чего ты хочешь на самом деле. Ну, это на самом деле вообще, тут можно утонуть в этой теме. А давай мы с тобой пойдём всё-таки больше в астрологический. У нас тут ещё очень много вопросов, я хочу, чтобы мы успели за час, за полчаса ответить. Вот Маша подтверждает, ненавидела всё же в школе, но я тоже в школу ненавидела, а ты смотрела, не смотрел, где у меня Меркурий насчёт обучения. Я сейчас не помню, я посмотрю, обязательно тебе скажу. Ну, не важно, просто мне обучаться, я очень люблю учиться, всю жизнь учусь, но школу я тоже не любила, если что, но там могут быть какие-то другие аспекты. Да, спрашивают, вопрос у нас такой есть. Можно ли узнать наперёд всю жизнь? И я, забегая наперёд, ещё узнать такие моменты, например, смерти, потому что я знаю, психологи как-то так сразу замалчивают, не, просто это не смотрю, и как-то сразу завеса тайны какая-то. А вот можно или нет увидеть это на тайной карте? Да, это увидеть можно, когда я тоже прохожу на обучение, это наш учитель, она против, ну, это смотреть. Почему? Она, конечно, не объясняет, вот. Она такая жёсткая, сразу посылает. Вот, все посылают, а мне же все же любили. Я это связываю с тем, что, вот, возвращаясь к теме, можно ли узнать всё наперёд, то есть, если взять ментальность русского человека, да, даже на Украине люди, то есть, здесь же всё-таки такая территория больше такая минорная, то есть, ну, такая, знаете, в грустных нотах. То есть, если взять там песни какие-то ещё, ну, фольклор, вот. Я в Европе не был, за границей не был, но есть так, как у меня Меркурий воздушный, я это всё понимаю, как там происходит. И там, ну, даже люди, которые были, они говорят, что там люди, ну, они улыбаются, от них исходит какой-то позитив. Ну, то есть, как-то так устроено. А в России почему-то какие-то минорные такие ноты, они вот на улицах, это всё ощущается, очень чувствуется. Соответственно, если мы смотрим прогностику, да, составляем прогноз человеку, если мы будем фокусировать его на какие-то грустные истории, то очень велика вероятность, что он очень быстро их к себе притянет, очень быстро. То есть, это будет самое сбывающееся пророчество, правильно? Да, то есть, люди в России, они очень склонны именно преувеличивать какую-то грустную историю, то есть, она очень быстро притягивается, и я всегда, ну, я понимаю, с одной стороны, вот есть этика, этика консультирования. С одной стороны, важно честно сказать человеку, с другой, нужно знать, понимать грань, нужно посмотреть его структуру, во-первых, есть натальная карта, и если у него много планет в воде, вода – это очень такая чувственная, эмоциональная история, и сказать ему, что там через год вы потеряете крупную сумму денег, то очень велика вероятность, что вот этот эмоциональный человек, он просто начнет это притягивать себе, это произойдет. И еще есть такой аспект нашей собственной воли. Вот как раз про прогноз, то есть, например, я составляю прогноз и вижу, что, например, в период там с 10 по 20 июля у человека гармоничный аспект солнца с Юпитером. Это значит, что его желания и амбиции будут восприняты обществом, и у него есть удача. То есть, ну, нужно использовать эти возможности, продвигать свои желания и амбиции. Вот, и понимаете, что если он использует эту возможность, а не сидит на диване, да, то, конечно, это произойдет. То есть, просто в этот момент очень благоприятный период, когда нужно заявлять о себе, нужно выйти в прямой эфир, нужно много постов забабахать, и тогда пойдет сразу же обратная связь. Так работает аспект. То есть, сразу идут люди, они предлагают возможности, приглашают куда-то и так далее. Но если человек своей волей ничего не сделал, да, он не встал, не сделал действия, то ничего не произойдет. Поэтому нужно всегда... Я правильно поняла, что астрологическая карта это просто возможности, тенденции, которые мы можем или использовать, или не использовать? Наша натальная карта, да, и прогнозы тоже. То есть, натальная карта это одно, то есть, это слепок неба в момент нашего рождения. А есть еще прогноз, это когда вот есть наша натальная карта, и мы смотрим, как сейчас двигаются планеты, и как они с нашими взаимодействуют. Вот. И там создаются либо возможности, либо происходят какие-то конфликты, ущербы для человека. Вот. И хорошо, когда он своей волей может использовать и возможности, и своей волей может как-то предотвращать ущербы. То есть, либо не поехать куда-то, да, либо сделать какое-то усилие, чтобы это максимально смягчить, то есть, постелить соломку, что называется. Вот. Ты знаешь, договори, я потом задам вопрос. Но я вот против, когда, против такой истории, когда люди, вот они не могут ступить, вот, шаг влево, шаг в право, без астролога. Я смотрю некоторых астрологов на страницах, ну, мне это огорчает, когда человек пишет, скажите, а вот завтра благоприятный день, чтобы сходить к зубному, что-нибудь такое. И, ну, с одной стороны, да, это имеет место быть, а с другой стороны, я все же считаю, что астрология, это больше про натальную карту. Прогнозы тоже важны, и лучше опираться на благоприятные прогнозы, на возможности, вот, и их использовать. И очень хорошо нужно понимать свою натальную карту. Натальная карта, это какими мы должны быть, то есть, какими нам быть рекомендуется, и в то же время, там есть конфликты, над какими нам нужно работать. Вот, и, соответственно, натальная карта для меня первостепен, а прогнозы, это уже вот больше благоприятные возможности, я смотрю. Угу, супер. То есть, натальная карта, это вот то, что обязательно нужно знать, это твои какие-то тенденции общие, которые, ну, очень, я так сказать, скорее всего, вероятны, правильно? А прогноз лучше смотреть позитивно, чтобы себя не программировать на негатив, только смотреть, где какие возможности, двери открываются, чтобы эти двери выйти. Это чисто моя позиция, вот, есть люди, которые там все смотрят, и говорят в лоб человеку, но я как бы это не поддерживаю, потому что негатив притягивается очень быстро. Можно сказать, знаете, мягко очень об этом, и объяснить, что, ну, вот в эти дни вы сделаете вот так, ну, то есть, дать рекомендации, чтобы это смягчить, вот, но не заявлять о том, что у вас великая, там, от меня и у вас загружают, там, у кого-то там велика вероятность смерти, вот, не говорить об этом ни в коем случае. А может быть, человеку надо подготовиться, может, ну, если это велика вероятность смерти, может быть, он живет вообще не так, он движется не туда, и может, эта информация ему вообще поможет на минуточку остановиться и задуматься, что он делает в своей жизни, и если он, например, будет знать, что я через год умру, но я за этот год хотя бы сделаю что-то более важное, чем буду как белка в колесе крутиться, и может быть, и смерть отменится, если ты начнешь жить правильно по своему пути. Я понял ваш вопрос, но это мы уже больше возвращаемся к натальной карте, то есть, я всегда отталкиваюсь от солнца, если у человека солнце горит, это бензин, то есть, бензин машины, то есть, энергия, если оно горит, вот, в принципе, ну, то есть, человек светится, он, в принципе, ну, как-то так происходит, то есть, человек обходит какие-то неприятные ситуации, потому что это солнце, это Бог, это желание, амбиции, это наше продвижение в мире, нас видят, то есть, наше солнце светится, все известные люди, известные личности, вот мы, в том числе, с вами, то же самое сейчас делаем, мы зажигаем наше солнце, потому что мы вещаем на аудиторию, и наше солнышко видит, вот, и когда оно горит, это создаёт благоприятные события, в любом случае, даже если мы видим какую-то страшную историю, там, ну, просто свет, солнце, он защитит человека, если уже отталкиваться от того, что ему суждено там, что-то произойти, да, я не люблю на эту тему говорить, оно всё равно произойдёт, поэтому я вот сторонник работы с натальной картой, то есть развивать её, прям прокачивать её, работать над теми кармическими историями, которые напряжённые, пришли к нам с прошлой жизни, и их менять, трансформировать тоже, чтобы вот, когда наступит этот кризис, пришла планета злая, там, атакуют наше солнце, какой-нибудь плутон, прям, жёстко, а так как мы проработаны, то есть у нас стабильное внутреннее состояние, наше солнышко светит, этот кризис для нас, ну, понимаете, он как, то есть позитив, мы относимся к этому как к задаче, и мы её спокойно решаем, вот, это основной такой мой посыл, моё сообщение. Вот, и, собственно, мне очень важно задать этот вопрос, а именно, может ли меняться, да, то есть человек получает некий натальный расклад в соответствии со своей кармой, ну, будем говорить таким, эзотерическим языком или в соответствии со своими уроками, или родовыми, но снова-таки мы же не получаем род, который не резонирует с нашими запросами души, то есть наша душа пришла с нашими задачами, ну, грубо говоря, с кармой, которую, ну, не решил в прошлой жизни, в этой жизни надо решить, и вот даётся такое положение планет, даётся такие-то тенденции в жизни, и если человек работает над собой и очищает эту карму, то возможно ли, что меняется судьба человека, потому что у меня же как раз пост был буквально на днях о том, что возможно мне изменить судьбу или невозможно, да, и мы как раз об этом говорили, и вот с точки зрения астрологии, это возможно? Это возможно, и мы как раз вот говорим с вами о многовариантности событий, то есть все события уже, они есть, они существуют, я в этом уверен, то есть будущее, оно уже есть, но оно имеет несколько вариантов развития, и только ваша воля, ваша воля способна встать на самую благоприятную дорожку, вот, и когда, давайте вот такой пример с Венерой, возьмём в карте, чтобы на язык астрологии это перевести, Венера в карте женщины отвечает за выбор отношений, и вот есть очень тяжёлый аспект, например, Венера квадрат Сатурн, либо Венера квадрат Плутон, оппозиция Плутона, это Плутон, это когда в роду женщины были насилие от мужчин, и вот родилась там девочка, например, да, она повзрослела, и у неё это в подсознании сидит, что мужчины, они насильники, они жестокие, они агрессоры, она есть с таким положением, во-первых, либо она постоянно на таких натыкается, то есть она постоянно встречает таких людей, либо она сама себя так ведёт в отношениях, то есть, ну, потому что у неё вот это, знаете, как защита, это защитный механизм, чтобы от этой агрессии защититься, хотя, в принципе, мужчина может быть хороший, то есть здесь вот такая вот двойная история может происходить, нужно смотреть, то есть разговаривать с человеком, просто узнавать, как у него было, это всегда 100% так, вот, и когда я даю рекомендацию такой женщине, да, чтобы вот это, это называется неадекватная Венера, она неадекватно выбирает отношения, и я вот этот аспект ей расслабляю, то есть нужными действиями, чтобы вот этот, вот эта плутонианская энергия, жёсткая, суровая, она направлялась в другое русло, и не портила отношения, не влияла на них, то есть чтобы это отправлялось в какую-нибудь эзотерику, в психологию, в иглоукалывание, какие-нибудь нетрадиционные методы и так далее, это плутон, это очень такая энергия силы, очень мощная сила, это высокие вибрации, и когда женщина начинает это совершать, вот эта жёсткая сила, она идёт по назначению, и выбиралка, вот эта Венера, она становится адекватной, вот, то есть это вот самый простой пример, то, о чём вы говорите, это очень круто, и это то же самое можно связать с вашим трансформационным коучингом, то есть я как бы знаком с это хилингом, и с работой подсознания, программа, у меня жена этим тоже увлекалась, проходила даже курс, вот, то есть это по факту, мы узнаём у человека, какие у него программы, подсознания, программы, это можно перевести также на натальную карту, то есть есть у Венеры вот этот, например, аспект, это программа в голове, что мужчина, это зло, это агрессор, и всё, и мы эту программу просто меняем, то есть, ну, конечно, тета-хилинг там работает, оно на подсознании, но может быть намного быстрее, я не знаю, вот, а здесь просто таким практическим методом мы вот эту энергию направляем в другое русло, женщина расслабляется, её выбор. То и другое. Тета-хилинг не отменяет других, вот я же тоже тета-хиллер, я могу действительно работать на тонком уровне с собой, но очень важно и действиям подтверждать, материальный мир никто не отменял, он более инертный, более тяжёлый, и если я только сижу медитирую, а на физическом уровне продолжаю действовать неэффективно, оно будет тоже диссонанс, поэтому очень важно и с головой работать, и на физическом уровне некие действия тоже предпринимать. Вот это, на этом аспекте мы с вами разобрали, именно можно ли менять, да, можно ли менять свою судьбу. Если человек родился в мире, ну, то есть, вот если мы с вами родились, значит, у нас по-любому есть какие-то истории, которые нам нужно проработать. Если я человек, значит, я не идеальный, это вот такая, как сказать, это может быть установка, но не воспринимайте её так, потому что, ну, мы просто можем рассуждать только сейчас, вот в нашей коробочке, да, а если как бы расшириться, ну, это очевидно, что есть другие миры, есть более высшие миры, и когда человек уже здесь, он реально всё проработал, он достиг того, когда он может перейти на следующий уровень, стать каким-то архитектором миров, там, создавать их, это очень ответственные задачи, и тогда уже здесь он, конечно, не родится, не появится, а есть более низшие миры, вот, поэтому это уже, конечно, такая отдельная тема. Ну, это отдельно, но это очень интересно, что именно в астрологической, в астрологической плоскости ты тоже это заделал, но смотри, нам Маша пишет, что она получила крутой инсайт. Маша, если это не очень интимно, поделись, пожалуйста, с нами, потому что, по-моему, интересно. Можно задам вопрос, вот это такой специфический, потому что я тут держу телефон, чтобы не потерять его, говорю, очень интересно узнать. Хотела спросить про асцендент в Скорпионе. Пару слов о плюсах и, возможно, минусов. Спасибо заранее, для меня это очень важно. Асцендент в Скорпионе. Боже, я даже не знаю, что это такое. Это вот как раз я затронул уже сегодня тему домов. Асцендент – это первый дом. Первый дом отвечает за личность, за нашу внешность. Я буду сейчас, ну, коротко объяснять, чтобы сильно не загрузить никого здесь. Вот, внешность – то, как человека видят первое впечатление. Например, у меня асцендент во льве. Вот, это то, как меня сразу же воспринимают люди. Вот я зашел в аудиторию, там люди все незнакомые, они меня не знают, я их не знаю. И как они меня восприняли, что они с меня считали, какие импульсы? Это асцендент. Вот, у меня асцендент во льве. Я зашел в аудиторию, все сразу обращают на меня внимание, видят, что какой-то яркий человек зашел, харизматичный, он такой статный, потому что лев, ну, как царь дверей называют его и так далее. Но это первое, первое такое впечатление. И вот этим асцендентом… Хочу узнать все. Что? Я хочу знать, где у меня асцендент, я хочу знать, где у меня Венера. В общем, я твой постоянный клиент, пожизненный, потому что я хочу все узнать. Ну, по чуть-чуть, так, чтобы не загружаться. Да, вот, и, соответственно, я зашел, и мы можем это использовать в своей жизни. То есть я знаю, что я асцендент во льве, хотя внутренне у меня могут быть там совсем другая структура. Почему говорят внешность обманчива? Потому что мы видим человека по асценденту, вот он зашел в аудиторию, либо мы его только увидели, мы такие, ох, вот это да. А потом мы с ним начинаем разговаривать, и мы на самом деле можем столкнуться, может произойти вообще диссонанс, то есть человек совсем не такой, каким он себя представляет, он на самом деле может быть неуверенным, он может быть там, у него есть реально какие-то комплексы, программы, над которыми стоит работать. Либо, например, зашел асцендент в скорпионе, очень таинственная энергия, то есть вот мы затронули, скорпион это Плутон, то есть у каждого знака есть свой управитель, у скорпиона это Плутон. Вот это такая энергия, понимаете, психологии, таинственности, какого-то такого скрытого секса, то есть у человека идет такая сексуальная энергия, но он ее внешне как бы он не транслирует, что вот он такой весь сексуальный, но это чувствуется, то есть это вот такая прям очень сильная энергия. Зашел человек в асцендент в скорпионе, мы с него это считали, да, а потом сели с ним и стали разговаривать, а он какой-нибудь весельчак, там, близнецы, то есть вообще такой веселый, то есть у него все позитивно, и вообще это никак не вяжется с тем, что он скорпион. Какие есть в этом плюсы, какие есть минусы в этом асценденте? Плюсы, то что если у вас асцендент, ну плюсы вы можете использовать в своей профессиональной деятельности, когда, например, вы идете на встречу, вы можете сразу представлять, о, я асцендент во льве, люди видят меня очень уверенным, статным человеком, все, то есть это уже снимает какие-то волнения, вот, и соответственно, также на эфирах, где-то еще, когда вот незнакомая обстановка в человек попадает, а минус... А скорпионе? А? Скорпионе? Скорпионе именно какой плюс? Вот что человек может сделать? Если асцендент в скорпионе, это плюс для него, что, ну он выглядит таким таинственным, вот давайте подумаем просто, где мы можем это применить, то есть таким, знаете, психологом, то есть очень такой скрытый и такой таинственный маг, вот такой вот образ, понимаете? Где-то, если хочется показаться таинственным магом, то этот асцендент... Да, вот если, например, у нее еще указания в карте есть на какие-то оккультные науки, да, там связи планет Плутона, Урана, Нептуна, они у нее личностные, там находятся в нужных домах, но это отдельная история, вот, и она, например, займется какой-то психологией, и, ну, просто в этой среде люди, ну, это будет, знаете, соединяться, то есть люди прям будут видеть, это реально очень серьезный человек, который в этом разбирается, и к ней возникает доверие, потому что асцендент в Скорпионе, таинственная личность, там какой-нибудь таролог, знаете, сидит, к нему пришли на сеанс, разумно раскладывает карты таро, у меня есть яркий образ человека, я не знаю, где у нее асцендент, но она вот у меня ассоциируется с тем, что ты говоришь, и он как раз, эта женщина, это психолог, таролог, парапсихолог, и вот с ней встречаешься, действительно такая, окутывает тебя вот этим таким состоянием, тайной, эзотерикой какой-то, и хочется сидеть и слушать, и слушать. Да, а минусы какие могут быть, ну на самом деле, я так не рассуждаю, то есть я всегда, есть знаки зодиака, у них у всех есть свои плюсы, есть, да, конечно, какие-то недостатки, ну то есть асцендент в Скорпионе. Ну что надо учитывать? Что надо учитывать? Ну что надо учитывать? Это не то, что как минус, а просто, ну как бы надо знать эти моменты и как-то корректировать. Ну сейчас вот даже, ну то есть может быть, в среде, если она попадает в какую-то среду незнакомых людей, это веселый какой-то праздник, корпоратив, да, ну то есть где на веселе, да, люди, то наверное, как бы учитывать эту свою суть, то что вот она пришла, а люди ее воспринимают каким-то таким таинственным, как бы немножко там улыбнуться, хотя бы там проявить себя, то есть чтобы люди не совсем не подумали, что это какой-то отстраненный таинственный маг, которому фиолетово до этого праздник и так далее. Мне кажется, я наоборот вижу картинку садиться, пурпурную, катерть, шар вот этот, карты Таро, и вся вечеринка вся плавно переместилась в очередь на карты. Можно так рассуждать тоже, да, но видите, одни только плюсы, поэтому как бы... Можно быстренько перетянуть всю энергию вечеринки на себя. Да. Это я так уже просто фантазирую и смеюсь. Спасибо тебе за ответ, и я думаю, что человек оценит это, я не знаю, я так поняла, что в эфире нет, возможно, часовой пояс просто не совпадает, вот, но потом можно в записи посмотреть. Ой, столько еще вопросов, времени уже совсем немного, но мы на многое уже ответили, и по-моему, очень-очень круто. Вот у меня есть вопрос, меня лично он тоже интересует, есть ли тенденция, ну, тенденция, которая есть, она может откладываться во времени позже или раньше, потому что мне кое-что астролог этой осенью сказала, ну, касательно моих каких-то аспектов, и я думаю, ну, как-то странно, и этого как будто не произошло, а вот уже спустя, там, полгода я анализировала и поняла, что очень похоже было, но на несколько месяцев раньше, летом, и я вот думаю, это может смещаться во времени эти тенденции, которые показаны в карте. Скорее всего, в тот момент, когда она вот именно сказала по прогнозу, в тот момент, когда у тебя должно это было произойти, оно так и не произошло, то есть, ну, либо волей как-то там не подействовало, либо что-то еще, я не знаю, какая конкретная ситуация, вот, но велика вероятность, что в тот момент, когда это произошло, просто другие аспекты на эту же тематику встали, другие планеты, вот, либо те же самые, там, та же планета, одна из них зашла, там, должна была к Солнцу, вот, прошло несколько месяцев, она к Луне встала, вот, ну, то есть, прошло время, она просто к другой планете встала, и это произошло, вот так это вероятно, вот, а так вообще, это может, в принципе, вообще никогда не произойти, и вот, возвращаясь опять к теме воли человека, то есть, ему говорят, вот, у тебя есть такая возможность, используй ее, то есть, лучше повлиять еще самому, ну, например, мы возьмем девушку, там, прогнозируем ей, она хочет очень найти молодого человека, если она будет сидеть дома, она его никогда не найдет, понимаете, в момент очень велика вероятность познакомиться, все, смотрим там, где встречи, велика вероятность, да, потому что по домам можно посмотреть, где это место находится, ну, то есть, обстановку определить, то есть, либо это там, какое-то очень скопление народа, то есть, это значит, какой-то, наверное, концерт, корпоратив, там, и так далее, либо это где-то уединенное какое-то место, и ей нужно по этим местам как бы находиться, ездить там, либо с подругами, либо как-то самой, а если на это... Девушки пела, Слышали, обращаемся к Борису, узнаем, кому надо замуж, срочно узнаем, где открывается окошко возможности познакомиться и по времени, и по месту. Классно, спасибо. Ну, снова-таки мы возвращаемся к тому, что, грубо говоря, судьба – это вот такой многовариантный веер. И ты, скажем так, судьба в любом случае предопределена. То есть с нами не может случиться в жизни того, что мы не выбирали, да, то есть что нам не предопределено. Но так как это огромное количество вариантов, мы просто совершенники выбора своей жизни, можем переходить с одного на другой. Я правильно поняла? Да. Ну, можно по книге Зеланда. По-моему, это круто. Да, кто-то может Зеланда почитать в один Зеланд «Трансерфинг. Реальность». Да, пространство вариантов. Да. Но у Зеланда, видишь, у него это немного более абстрактно, у тебя это как-то стало более логично и более компактно. При том, что у Зеланда я просто обожаю, я считаю, что благодаря ему, ну, в том числе ему, потому что я много авторов читала, я изменила свою жизнь капитально и с полной «Ж» в то, где я сейчас нахожусь. Здорово. Вот, да, ну, это пространство вариантов, мы же об этом и говорим, только вот сейчас оно как-то очень логично звучит и очень компактно. Вот, Маша тоже согласна, что у Зеланда не совсем четко, но хотя я говорю, я снимаю шляпу, благодарна буду всю жизнь Зеланду, потому что его знания бесценны, я считаю. Он помогает, видимо, сделать шаг вперед. А, вот у меня подруга, когда я с таким вдохновением не захотелась поделиться, показать ей вот твой расклад на деньги, мои взаимоотношения с деньгами, что у меня активирует, и она говорит, так это же типично, ну, так это же, ну, это же как бы для всех. Очень распространенная тема вообще. Да. Сейчас я прокомментирую, да, когда вот я первые курсы проходил, как раз-таки, когда я изучал, то есть нам учитель вещает, и у меня мозг, я говорю, то есть мне важно, чтобы это было практически применимо, но когда там из пустого перетекает в порожнее, то есть это начинает мне не нравиться, потому что я не знаю, как я это буду применять, как я расскажу это человеку. Вот, а потом, когда я стал изучать астрологию и более глубоко с другими курсами, с другими учителями стал взаимодействовать, я стал видеть эти контрасты, то есть на самом деле разница есть, она существенная. Понятно, что я скажу, могу сказать любому человеку, там, его характеристику, всем одну и ту же сказать, и они поверят, то есть да, это типа про меня. Вот, но если мы, например, смотрим карту Наталью и вот взять, например, Марс, Марс это способность активно действовать, начать какое-то дело, вот мы сегодня уже о нем говорили. И возьмем такой пример, вот у меня Марс во льве, чтобы мне начать действовать, да, чтобы мне вот эту активность включить, меня нужно хвалить. То есть мы скажем, это все так банально, то есть любого человека нужно хвалить, вот, если там меня не похвалить, а еще более того, вот сейчас кто-нибудь в эфире напишет, что за дичь он втирает, и это полный тупизм. Вот, сейчас, так как я понимаю свой Марс, я на это не отреагирую. Вот, а в тот момент, когда я был неосознанно, это меня бы очень сильно задело, и моя мотивация бы, она пропала. Вот, мы скажем, это у любого человека, это всем подойдет. Ну, у меня это тоже есть, я только благодаря психологии научилась спокойно, вот я сейчас увидела там одну гадость в комментарии, я просто взяла второй телефон и быстренько заблокировала, ну, то есть у меня сейчас это не цепляет. Но в свое время это просто уж жутко выбивало из седла, очень, и настолько тоже похвала важна. У меня, по-моему, не во льве Марс. А есть, например, Марс в Козероге, и Козерог, вот Лев это вот такой, опять же, да, у меня асцендент во льве, Лев это человек, который вот такой статный, то есть такой яркий, его важно, чтобы ему корону там поправляли, его хвалили и так далее. А Козерог это холодный карьерист, которому просто фиолетово на любые претензии и на любые похвалы, он как бы рад услышать похвалу, но его не выбьет из колеи вообще, если его начнут критиковать, это холодная земля, которая просто топчет и идет вперед. Вот она эта разница, это контраст, тут оттенки, понимаете, и мы возьмем даже, есть четыре стихии, земля, вода, огонь и воздух. В чем путаница у людей возникает, да потому что в одной стихии в воздухе есть целых три знака, весы, близнецы и, сейчас вспомню еще одну, весы, близнецы, я забыл, ну третий в общем знак, соответственно, эти три знака, водолеи, вот благодарю, весы, близнецы, водолеи, естественно, эти три знака, они как бы воздушные, но они все похожи, но в то же время они разные, то есть, ну абсолютно разные, водолеи это уроническая энергия, то есть, это такой человек, ну там, скажем, он может себе покрасить волосы в синий цвет, надеть разные носки, он любит связывать себя с космосом, с астрологией, кататься на велосипеде, там, на роликах, ездить постоянно с друзьями, тусить, вот это такая сбаливающая энергия уроническая, вот такая вот, бешеная, вот, а есть, например, весы, это такой миролюбивый знак, они более тихие, они более спокойные, но при этом они выстраивают постоянную коммуникацию, то есть, ну там, конечно, еще от других показаний можно смотреть, там, вот этот позитив и так далее, но в целом весы, это миролюбие, борьба за, у вас, по-моему, весы, кстати, у тебя весы, то есть, это борьба за справедливостью. Ну, по обычному классическому гороскопу я весы, да. Да, то есть, это борьба за справедливостью. Там же это очень, да, это миролюбие, борьба за справедливостью и так далее, а если мы возьмем, например, водолей, весы и близнецы, близнецы, это больше вообще про информацию, ну, вот видите, очень все похоже на самом деле, но при этом есть вот эти оттенки, они отличаются. Вот у меня вопрос, у меня отношение с деньгами, мне, кстати, очень важно было то, что ты написал, что мне сохранять деньги нельзя, то есть, это блокирует мой денежный поток, мне наоборот нужно, чтобы постоянно было движение на счету, а я думаю, что мне так сложно, я как не соберу сумму, мне все равно приходится потратить, но ты дал заодно классный инструмент, как я могу с собой справляться, то есть, я могу открыть этот счет, но на другого человека, да, вот это круто. А какие есть еще варианты взаимодействия? Вот есть варианты, у меня, например, у меня второй дом в Деве находится, мне наоборот надо копить, понимаете? Копить надо. Да, то есть, мне нужно максимально просить всякие скидки и максимально откладывать деньги, то есть, ну, не забывай, там, 30, там, 20, 10 процентов постоянно откладывать, вот, то есть, это совсем другой уже подход. Есть, например, когда плутонианская, скорпионская энергия, им нужно максимально использовать чужие деньги задействовать, брать кредиты, то есть, конечно, там нужно смотреть на человек. Кому-то еще и кредиты полезно брать, оказывается. Да, да, кому-то они вообще противопоказаны, если человек будет над кредитом, это сломает всю его жизнь просто. То есть, например, если вот у меня второй дом в Деве, я буду брать кредиты, ничем хорошим это не закончится. Знаете, есть люди, у которых кредит давит психологически очень сильно. Во многих источниках говорят, это для всех, это как бы не для всех, это как раз те люди, скорее всего, у которых второй дом упал в какой-то земной знак, именно в тот, который... У меня. Я не помню, что у меня с кредитами. Я не помню второй... Ну, это потом можно будет ответить, потому что сейчас уже заканчивается время эфира, сейчас уже счетчик 30 секунд отсчитывать. Я просто пока помню, спросила у меня, потому что я с кредитами тоже очень не люблю завязываться, и вот мне интересно, как у меня по странной карте, это вообще противопоказано мне или нет. Смотри, мы сейчас... Как раз мы нашли ответ на этот вопрос, что если это можно всем сказать, да, это можно сказать всем, всем ли это подойдет, не факт, что всем это подойдет, здесь уже будет по-разному. Угу. Смотри, еще осталось пару вопросов, но мы их уже не будем задавать, потому что действительно осталось пару... И не хотелось бы на полусловия тебе оборвать, потому что все, что ты говоришь, очень ценно, вот прямо каждое слово, и настолько все чисто, прозрачно, логично, ложится вот прямо на душу. И это не только моя реакция, я смотрю, вот у нас есть активные участницы, которые пишут, что да, все очень понятно, все очень классно. Реально хочется к тебе обратиться за каждым аспектом, посмотреть его глубже, ну так потихонечку. Сначала я хочу переварить солнце и финансовые какие-то свои моменты. Да, и я вот, я прямо сейчас понимаю, что когда будет ко мне приходить клиент, я вместо того, чтобы умничать, буду сразу к тебе отправлять. Но я, собственно, всегда люблю, например, когда соционику изучила, я прямо всех отправляла в соционику, говорю, ты будешь знать свой психотип, ты будешь знать свои слабые, свои сильные стороны, свои особенности. Это настолько важно. Можно жить, как душа пожелает, да, нам никто не запрещает входить в самые разнообразные опыты, но лучше знать эти моменты и идти своим сильным путем, правда? Вот поэтому я теперь еще буду к тебе отправлять клиентов, чтобы не умничать и говорить, тебе надо откладывать деньги. Я буду говорить, что посмотри, как в твоей натальной карте самым лучшим образом взаимодействовать с деньгами. Да, мы уже можем прорабатывать на тонком уровне какие-то моменты, которые мешают выходить на самый позитивный сценарий своего гороскопа. Маша пишет, что спасибо, было очень полезно. Спасибо огромное, спасибо всем, кто участвовал. Задавайте вопросы и обращайтесь. На самом деле сейчас пока у Бориса очень гуманные сцены. Я рекомендую всем бегом бежать, потому что Борис, у него такой потенциал, я подозреваю, что скоро он станет элитным ВИП-астрологом, которому попасть будет совершенно непросто. И так как я это вижу, я рекомендую всем срочно обращаться и получить свинитальные карты, пока это еще доступно широко, потому что это действительно очень ценно. Я благодарю тебя большое за то, что ты такой... От всей души от тебя благодарю, Татьяна. Очень было интересно, правда. И такая живая аудитория, люди пишут, интересуются. Мне прямо тоже приятно, что есть интерес. И люди, те, которые это услышали, я надеюсь, они для себя узнали астрологию пошире, то есть поняли, что это не только газетный гороскоп, где написано для всех одно и то же, а то, что это на самом деле целое искусство. И это большое воображение и фантазия. От мастерства именно игры словом, потому что натальная карта – это язык определенный, это шифр. И нужно, чем больше опыта у астролога, он набирает, набирает его, он начинает этот язык переводить на русский, на английский, в зависимости от своей культуры. И если, чем больше у него опыта, он умелее это делает, потому что здесь именно реально, это как выучить язык и доносить его до человека. Это очень такое искусство такое целое, астрология. Да, это наука, которая, доносить которую искусство. Смотри, мне такая мысль пришла гениальная, что астрология – это очень точная наука, но донести ее до людей, чтобы это было практически используемо, это искусство. И у тебя это получается просто великолепно. Я прям вдохновлена, как никогда. Благодарю тебя. Благодарю за твой позитив, прям ощущается такой поток прям позитивной энергии. Мне легко было очень. Я принимаю, принимаю. Тебе тоже, кстати, написали, что ты очень позитивный. Там был комментарий, что от тебя веет большим позитивом. Сейчас я не помню. Очень позитивный. Ага, вот, ты все объяснил. Суперпозитивный человек. Классно. Спасибо всем. Очень не хочу прям повторить. Может, прям не сразу, но через какое-то время. Может, какие-то вопросы интересные будут возникать. Мне кажется, будет здорово еще пообщаться. Будет здорово, конечно. Здорово. Все, тогда всем желаю хорошего времени суток. У меня день, у кого вечер. Да, и до новых встреч тогда, друзья. Счастливо.